Как мы уже сообщали ранее, в Слоянском районе возникла сложная ситуация для большегрузного транспорта, который движется в направлении Республики Крым. Это произошло в связи с усилением ветра и штормом в Черном море и Керченском проливе 24-28 октября. В каких условиях сейчас находятся водители, расскажут наши корреспонденты. Вот этот бардак мне не устраивает. Вентилятор не надо, надо обеспечить нормальный порог и переводить. Недовольство водителей понять можно. Они вынуждены находиться здесь, так как из-за неблагоприятных погодных условий работа парома была временно прекращена. Однако районная администрация делает всё возможное, чтобы создать максимально комфортные условия для водителей большегрузного транспорта. Питание. В баню увозим, купаем. Все условия, я же говорю, чистота, порядок. Они здесь, в принципе, довольны. Но самая главная задача, не наша уже, это действительно развести вот этот паром нормально, чтобы паромы работали нормально. Тогда и вот этого ситуации бы не было и не будет. Виктор Черных – водитель со стажем более 30 лет. Возит в Симферополь молочную продукцию. Но из-за того, что пассажирская и грузовая линии были закрыты из-за сильного ветра, ему пришлось задержать доставку. За качество продукции Виктор не переживает, ведь она хранится в холодильном отделении при определенной температуре. Условия, которые созданы для водителей, оказавшихся в дорожном заторе, его полностью устраивают. Администрация делает все старания, прилагает, организовывает выезд в баню. Вчера вот мы вечером ездили, автобус бесплатно это все. Питание горячее, чай, кофе, все здесь есть. На утро 5 ноября количество машин, стоящих в очереди на отправку, было 254. Всего в период с 24 октября до 5 ноября через пост весового контроля. С Лаенского района прошло 1176 грузовых автомобилей. На сегодняшний день, по данным единой транспортной дирекции, погрузка транспорта осуществляется в штатном режиме. По сообщению пресс-центра краевой администрации, глава региона Александр Ткачёв на встрече с депутатами законодательного собрания края и руководителями профильных министерств обсудили строительство моста через Керченский пролив, благодаря которому проблемы многокилометровых очередей на переправе в Крым уйдут в прошлое. Первый участок этой трассы предполагается построить к 2018 году, а полностью завершить до 2022 года. Новый современный мост соединит в себе автомобильную и железную дороги, что не только облегчит жизнь туристам, но и положительно скажется на улучшении логистической составляющей региона, а значит и экономики Кубани в целом. Кина Копачевская, Александр Косицын, программа «События».